Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить Mountain Blade Road за дичалых. Мы наконец-таки присоединились к этим людям, и теперь можем создавать армии, что мы в принципе и сделали. Теперь нам вообще никто не страшен, то есть можно с закрытыми глазами просто бежать по карте и нападать на любых мертвецов. Но наша главная цель это... Чёрный замок! Эти глупцы с юга, южане, не понимают, что настоящая угроза идёт оттуда, с севера, с северного полюса, к нам движется Санта-Клаус. А сейчас мы можем помочь нашей долбе, Дим-долба. Пока армия не собралась, давайте-ка пойдём туда. А чё это он убежал? Он не поможет нам, если мы нападём? Надо разогреться в славной битве. У меня обаяние прокачалось, кстати. О, оратор, получение известности в битвах плюс 30%. Слушайте, известность же влияет на что-то. Это классно вообще. Класс клана растёт от известности. О, то, что надо. Смотрите, их 300, а мы аутсайдерами считаемся. Единственное, немножко темновато, но не страшно. Это утро у нас такое раннее, посмотрите. Солнышко только показалось из-за горизонта. Но нам этого уже достаточно. Кстати, обычно же битвы раньше так и были, с самого утра. Мы так близко находимся, как будто это армии фанатов Спартака и Зенита, или кто там воевал, встречаются. Прямо в лесу. Красота. Вот так, разместил своих ребят командовать отрядами. Ну что, встречаем, мужики. Какая-то морда идёт, смотрите. Фах, эти ублюдки конные. Я уже про них забыл. Я с определённой паузой играю. Зато могу сравнить с другими играми. Какая тут обалденная боёвка. Так, конница. Нет, погодите, какой Майкоменд? Сорджент, фон. У нас что-то очень легко их убивает. А почему так? Смотрите! Что происходит? То есть плотный строй, такой эффективный. У нас прокачанная пехота, да? Можно нападать на большие войска. Вполне норм. А может это просто знамя Балалайки так защищает? Я тут поиграл в Элдун Ринг. Причём много поиграл. Чтоб точно уже понять эту игру. На часов тридцать. И я не понимаю, почему её так хвалят. Честно, это же трэш какой-то. То есть... Есть же Секеру, которая тоже сложная. Как по мне, слишком сложная. Но, блин, она интересная. С сюжетом, с генным миром. И самое главное, там боёвка-то крутая. Элдун Ринг. Там френовая боёвка, что мне не говорите. Скучные, однообразные боссы какие-то такие. Там чисто дрочение. Однообразно вот забивать их. Терпеть, не ошибаться. Вот это вот, хрена так. Если что, прошёл далеко. Двух боссов основных к сюжетам прошёл. Один там на мосту стоял. А второй, который спреращил себе дракона. Это очень сложный босс. Очень. Я его вымучил. Выдрачил, так сказать. Но это трэш. Уже дальше просто не смог играть. Такая скукота. Как эту игру игрой года выбрали? Я не понимаю, честно. Что в ней такого? Я всё думал. Ну блин, я что-то в ней не вижу. Что-то в ней не вижу. Что-то же должно быть. Оббежал там полмира этого. Столько боссов обычных перебил там. Сюжета никакого. Чисто пафос на пафосе. Никакого смысла. Геймплей хреновый. Мир отвратительный, пустой. Однообразный, скучный. Короче, вот такой вот трэш. Вот то ли дело Mountain Blade. Сюжета тут тоже особо нет. Но какой геймплей, блин? Ну и мир вот этот. Игр Престолов. Он как бы сам создаёт сюжеты в наших головах. Хотя там писали, что сюжет для Элден Ринга писал Джордж Мартин. Какой сюжет? Пафос на пафосе? Великий пафос был велик. Но другой пафос в более великий развеличил его пафос. Иди в мир. Всё. Вот такой сюжет. Дальше кого-то встречаем. Я заблудшая душа, которой осталось только блудить. И пафосно говорить о том, как всё велико. Вот. Весь сюжет. Боже мой, какой трэш. Я так понимаю, просто все считают этого Минидзаки, да? Создателя каким-то великим гением. Просто боятся сказать, что игра дерьмо. Ну не дерьмо, но очень слабая. И поэтому во всём мире все Элден Ринг таким крутым назвали. Я в шоке, если честно. Там гринд! Вот что ещё. Там ещё тупой гринд, блин. Секера такого не было. То есть, если сравнивать вот банально две игры от этой студии From Software Секера и Элден Ринг Секера просто на 10 голов лучше по всем параметрам. Левел дизайн гораздо лучше и интереснее. Боёвка гораздо лучше. Сюжет не просто лучше, он там есть. И он интересный. Дизайн, да всё, там всё лучше, блин. Прокачка лучше, там нет этого тупого гринда. Ну, может я правда что-то не понял в этой игре вот за 30 часов, что я поиграл? Может что-то там надо увидеть такое? Я так и не понял, честно. Извините за отступление. Надо было где-то вылить информацию про это. На фоне хорошей боёвки. Смотрите, прокачка как идёт, хорошо медицины. Плюс 7 за бой. Вау. Ну, 56 человек потеряли. Ранеными, убитыми. Ну, вот это весело, да? Сотня наших на 300 ихних, даже больше 374. Шикарно, за дичал их реально очень прикольно играть. Смотри, какая у неё рожа интересная. Морна, белая маска, точно-точно, так оно и есть. Что-то у них очень много женщин сильных. Хе-хе-хе-хе-хе. Я не понимаю, это на базе ботанского лучника. Их я любил обычном баннер-лорде. Уже 14. 25 белых ходунков. Смотрите, у нас минимум 4 класс бойцов. Прекрасно. Ну что ж, на чёрный замок. Армия Джона Сноу, блин, мы не готовы. А почему ко мне идут только двое? Я же больше заказывал. Какого пениса? 512, прямо. Компьютерное число такое. Были такие времена, когда видеокарты имели 512. Мегабайт памяти. Ну, сейчас, кстати, SSD-шки 512, так что это актуальная цифра. Надо ещё заказать. Ну вот. Всех, наверное, победили. Поэтому они не могут подойти к нам. Придётся немножко погулять. Набрать армию. Мы можем 158 уже воинов в отряде иметь. А что произошло? Я, видимо, уровень клана повысил. Да, четвёртый класс клана. Можно 7 спутников иметь. Круто-то как. Вот так вот. Хреново, у нас нет способностей, которая позволяет быстрее по лесу бегать, да? Это у северян такая. Так, Джон Сноу там с подкреплением. Их надо разбивать, потому что они нам не дадут штурмовать. И осаждать чёрный замок. Готовы ли мы? Не знаю. А вон кто-то ещё уйдёт на помощь. Давай, эти мужики. Варамир 6 скинс. Во дела. Так, время плохое. Вечерний. Куда ты идёшь? Такой британский акцент, знаете. Современный. Как будто это житель какого-нибудь Лондона. Не знаю. Во! Прямо из диалога можно присоединить. Очень удобно. А куда ты идёшь? И он просто убегает, и всё. Какие вы тупые, боже мой. Ладно, давайте воевать. Какой-то свободный народ этот очень тупой. И трусливый. Хрин дождёшься. У нас зато есть белые ходуны. На конях. Тугая битва будет. Ой, тугая. Это джонс, кстати, бахкорд. Смотрите, какая. Вы ж не думал, что я встречусь с тобой так, дружок. Вы всё равно никуда от меня не денетесь. Так что мы можем поболтать для начала. Представитесь. А что тут болтать? Воевать мы будем. Не томи. А может, сначала сразиться? У меня копьё. Я с копьём не смогу сразиться нормально. Посмотрите, у него этот двуручник. Бастард. Бастард это полу-двуручник такой. Там так символично. Вот сам бастард и меч бастард у него. А эти мужики, смотрите, скептически уже смотрят. Понимают, что звездили им светят. Какое-то охренелое выражение охреневания просто идеально в этой игре получилось. Блин, джонс, наверное, самый лучший персонаж всего произведения. У Сатириона. Ммм, наравне. Один, второй. Этот хороший, зато супердобрый такой. И положительный. Жалко его будет убивать. Но мы одичалые. У нас своя правда. Посмотрите, сколько у нас стрелков. Липец. Солдерс, вот тут он будет стоять. В лесу встречать их. Оконница будет готовиться вдарить. Жестко вдарить. Оконные. Не знаю, тут стойте. Сзади где-нибудь. Так, ну что, лучники, стреляйте. Можете стрелять? Нет? Это Джонс, ну, смотрите, тут скачет. Эх. Вот дела. Не будем спешить. Нас меньше. Мы слабее, вроде как. Пускай сами идут к нам. Боун марш! Таковы и такие вина. Офигеть. Сейчас они ударятся в нашу пехоту. Блин, ночной назор. Будьняги. Так. Давайте сюда. Конница. Почему? Ну, как-то неудобно. Во. Блин, нас потеря. Тут стрелков сколько! Ядрить. Красиво стоять. Как эльфы прямо. А тут холопы дальше, ты смотри-ка. Все. Белые ходунки сейчас просто всех вынесут. Но это имба, конечно. Но зато мы уже воевать в конце гигантских армий. Так, пехота. У нас все нормально, да? В принципе, так можно. Ну, давайте, вперед. Продвигайтесь, футмены. Ой, тут смысливые хорошо как. То есть, я так понимаю, у них главная сила это лучники. Когда они на стенах будут, они будут великолепно обороняться. Кстати, то же самое в книге было. Нахрена они пошли на этот север? Стояли бы на своей стене и ждали бы. Нет, надо узнать, что уж там происходит такое. Ты знаете, что, когда напьются и ночью хотят пойти в клуб узнать, что уж там в клубе такого происходит. Какой-нибудь, причем, знаете, злачный такой клуб, где всем звездюлей раздают. Пойдемте в этот клуб. Так же и они, черные, тут ночной дозор. В итоге отгребли. Это дичалых. Как в жизни, точно, в этих буханках там такие дичалые тоже. Эх, молодость. Славные были времена. Так, давайте вперед, ребята. Чардж, заряжай. У вас не было таких друзей? Прям как Джорах Мармонт, который постоянно говорил, давайте пойдем в клуб, надо разведать, узнать, что там происходит. Вот, надо к дичалам к этим. Хе-хе-хе. Ой, там кровавая миссия какая. У нас тоже немало потерь. Отступают. Сколько красных полосочек-то. Так, лучники, давайте-ка перемещайтесь. Вот здесь вот вам будет очень комфортно. Прям мечта. Красота. Да, какими-то. С пикой тоже, конечно, прикольно воевать. Вот где боевка. Ааа, отдельно хочу сказать про боевку на коне Волденринге. Ну, это просто трэш-трындец, блин. Это правда считается нормальным? Вот это вот, ну и простейшая боевка, сколько там, два удара? Первый просто машешь. Второй удар, он замахивается, потом бьет сильно, типа. Ну, блин, что за говно? Вот какая здесь боевка? Ты прицеливаешься, этой пикой бьешь. А есть куча другого оружия. Насколько ли все более офигительно? Совсем другой уровень. Какие идиоты Волденринг выбрали игрой года? Я не знаю вообще. Все, мы победили. И тут не надо гоняться за белыми ходунками. Все, враг бежит. А не убегать могут точно-точно. Ну, пускай убегает, не будем всех добивать. Пусть несут и весть. О нашей победе, о нашей армии. Боунмарш. Теперь ты наш пленник. Дисон Туалет? Как ты его не Эдисон называли там? Туалет, помню фамилию. А что за Ронда? Такую я не помню. Шлюха, видимо, местная. Пипер. А, Пипер, это друг Джона Сноу, да? Он тут лорд. Дорти какая-то. Понабрали с собой из кротового городка. Ай, Йилд. Джон Сноу. Когласия на твою победу. Ай, 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 галстон. Офигительно, лицо очень классно сделали. Слушайте, молодцы. В этом редакторе не так просто. Я думаю, сидели и ковырялись очень долго. Похоже на того актера. Но если рядом сейчас фотку поставить, я пойму, что не похоже. Но так все равно он напоминает. Молодцы. Это еще больше погружает в этот мир. Ай, просто кайф. Блин. Не знаю, почему я счастлив от этого всего. Как мало мне для счастья надо, да? Мне вот правда интересно, откуда тут в ночном дозоре лорды девушки? Книжки их не было. То есть даже создатели мода обязаны добавлять сильных женщин. Как это вообще получается так? Интересно. О, большой колчан пучков конических стрел. По-моему, это самые лучшие стрелы, которые могут быть. И бронька добрая. Ну, не для меня, а для моих помощников. Сейчас мы отблагодарим за верную службу. Перчаточки для Вун-Вуна сойдут. Как их натянули, бедные. Хорошая кожа тянет, смотрите-ка. На Вун-Вуна налезла. Шага теперь прямо войн ночного дозора. Бенджин Старк наделал то, что ему идет лучше всего. Лучше кирасы, между прочим. Ржавая Джон Сноу горжет. Накидка. Но это должно достаться Бенджину Старку. По праву. Без плаща он не так круто смотрится. Что думаете, что лучше, горжетка? Или плащ? Ну, плащ лучше смотрится. Боже, сколько лута. С ума сойти. Уже можно возвращаться со славой. Но нам надо захватить Черный Замок. Там мы разгрузимся. 243 человека. Пока что этого недостаточно. Где там подмога, блин? Постоянно уменьшается количество. Сколько там человек обороняется? 600. Ну, это очень много. Вот. 363. Еще кто-нибудь подойдет? Смотрите, зомби вообще нету. Куда они делись? Мы всех перебили. Ну, вот. Наконец-таки присоединились ко мне. 480 человек. Ну, вот. Теперь шанс есть. Как мы медленно перемещаемся. 2,2 там было. Ну, по идее, такая армия и должна медленно перемещаться. Как тут будет штурм Черного Замка обставлено? Ну, скорее всего, по обычному. Еще особенного. Врата-то открыты. Ну, будем считать, что они подписали особый договор, по которому нельзя закрывать врата. Не знаю, каким образом, но волшебные какие-то там договоренности. А, у меня еда закончилась. А, не у меня, а у кого-то там. Ну, я поделился едой, и из-за этого отношения улучшились, понятно. Влияние увеличилось. У меня-то еды там 637 дней. Не, это единиц 637. На 79 дней. Ну, тоже немало. Ну, что, осаждаем город. Черный замок. Это великое событие, особенное. Для каждого, кто знаком с этим произведением, это знаменательный момент. Это заставляет сердце трепетать. Кстати, 100% вероятность замаскироваться, проникнуть за ворота. Да ладно, не надо. Ух ты. По-моему, наша первая осада в этом прохождении. А я не могу еще строить огненные манганели. Потому что осадных дел мастер слабы. Мы, кстати, даже сильнее считаемся, смотрите. Там ополченцев много. Гарнизон 273 человека. Так, мне надо оружие поменять. У меня же топор вроде был там. Вот. Двуручный топор. А, я инженер. У меня инженерное дело 18. Оно не качается. Блин. Плохо дело. У нас, короче, смотрите, у всех проблемы с интеллектом. У меня двойка. Вун-вун, само собой. Шага. Бенжин Старк тоже двойка. Ну, понятно. Тодрик Паинк тоже двойка. Всех двойка, блин. Нахренеть. Ну, зато мечом умеем махать. Самое важное. Давайте рокировочку некоторую сделаем. Инженеры поставим. Вун-вуна. Хотя, какой-то взвод-вун инженер. Но лучше меня. Ну, получше дело пошло. Кстати, значительно. Так, все. Выставляем орудие. Перестреливаемся. Сплоченность надо поднять. Что-то они не верят в нашу победу. Глупцы. Так, все. Стены остались, да? И у нас день? День еще. Все прекрасно. Можно штурмовать. Ну, что с богом? Какого бога они там верят? С морозным богом. С Дедом Морозом, по сути. Ох, какая красотища-то. Как-то очень много отрядов. Смотрите, раньше вроде не так было. Так, какой-то патч изменил? Или это в этой модификации так? Ну, прикольно. Как они там готовятся нас встречать? По кослевым солью не выходят. Блюдки полезли, ты смотри. Собаки. Так, почему я стреляю настолько? Пристрелочка. Ну, это холопы обычные, дешевые. Бандиты, на самом деле. Их же туда берут. Защищать черную стену. Черный замок. Ледяную стену. Ну, тоже умеют попадать, кстати, в блюдки. Шапки какие-то у них не аутентичные. Кстати, эти шапки, я думаю, не дешевые были средние века. Иногда показывают холопов с такими меховыми шапками. Мне кажется, холопы такие не носили. Ну, смотрите, я думаю, это дорогие шапки. Собаки попадают. Монстры наши кричат, собаки. Хорош! Кто там так попадает? В основном в лошадь попадают. Кто этот крепкий оказался? Массер рейнджер. Побежали. Посмотри-ка, наши подъезжают там. Немножко подрасчистил. Собака, вон, вылез. Ну, что, мужики, готовы на штурм. Дело непростое, но я вам помогу. Все, полезли. Помогаю. Так, к сожалению, не ледяная, но это же неплохо. Все равно в голове проносятся моменты. Помните, как и дичавые лезвие на стену. Представьте, что это ледяная стена, и мы по ней лезем. А изначально им дозорно встречается. И сзади там великаны всякие, и все, что там было. Вспомните эту сцену. Книжки. Хорошая сцена была. Тут немножко не так, конечно. Надо воображение. Он раньше вообще текстовые игры были. То хорошо было. Дорисовывайте в сознании. Хорош! Пошла битва! Хороши! О, бегунок ставим, смотрите! То есть мы для них вообще реально зло. Еще мертвецы с нами. Собаки! Не пробиваются! Хорош! Пошло дело! Вот так вот. Сейчас они побегут уже. Трусы! Псы! Чёрные вороны! А вот и холоп! Да как по мне, вот даже банально. Вот это боевка и то лучше, чем Elden Ring. Там хрень какая-то. Ну там против монстров другая тематика, конечно. Но я что-то так разочарован был. Просто сэкер, это мне нравилась игра. А там говорят, что Elden Ring это новый уровень, что-то там лучше гораздо. Сэкер остался позади. В итоге такая хрень-то. Просто как можно сказать, что Elden Ring лучше, чем сэкер? Это же полный трэш. Насколько надо мне разбираться в играх вообще. Ну просто лучшее мясо отборное. Нет, тут своеобразная боевка. Так прямо сказать, что она вот лучше, чем в тех играх. Нельзя. Лучше это вот... Сень Цусимы. Как по мне, там самая вот отточная такая прикольная боевка. Тут вот ощущение вот это. Ты зажимаешь кнопку, он замахивается, отпускаешь, бьешь. Очень прикольное ощущение. Вот именно для мышки сделано. Эх, вырезает секиры, как я в свое время. Помню, бывало по молодости. Ча в Баннерлорде. Давно это было. Собаки. Двоих разом. Крики. Змеи узбит хренов. Парасал танго, да, называется? А наши встречают там. Ты смотри-ка, молодцы какие. Вот и все. Вот он, черный замок. Блин, даже так прикольно. Но представьте, если бы сделали реальность стену, и мы бы лезли туда, или обороняли, наоборот. А-а-а, это просто какое-то безумие. Блалайки так хорошо сверху смотрятся. Так, наши стоят, при этом мы не победили. Это наводит на плохие мысли, что кто-то где-то застрял. Один человек. Все, отлично. Вышли-ка победили. Вот эти ребята, конечно, сильны. White Walker. И яс. Ее 118 набил. Нифига себе. Солидно. А-а-а, добить надо. Цитадели. Ну, пойдем. С белыми ходунками пойдем. вот они стоят обреченные кстати мне напомнила игру такую древнюю in clay называется там и сначала проходили за хороших а потом за плохих вроде та же самая история была с двух сторон показано в этот момент мы даже побеждали своего героя там было такое своеобразная игра такая глаза светится головы и сотрите все поведели и даже никто не кричит они типа пофиг смотрите тут один грех ну а этим то пофиг они не живые но они мыслят как-то видимо один у нас человек он отрывается защитник королевство ночного дозора то есть за всех кричит 222 пленника всех берем потому что мы их будем использовать для обороны теперь этого замка теперь этот замок в правильных руках они пленников для обороны мы не сможем использовать да ну сдадим то да ладно а у меня штандарта нету в штандар гнева повышает урон ближний бою на 15 процентов хорош блин бенжин старк кожаные наплечники гораздо лучше ржавого гарджета джона сноу но я думаю мы найдем потом не ржавый хороший гарджет джона сноу тут их влага судя потому что этот ржавый sky с таким походит проявить милосердие конечно же а можно разрушать слушайте никогда не пробовал тут можно именно разрушать поселение а это интересно жаль за зомби нельзя играть представить идти просто уничтожать все поселения вот это было бы прикольно все черный замок наш теперь а символ подбитая ворота смотрите со стрелами а это наш символ да ну логично логично потому что застельщики свободно рон они против ворот воюет поэтому не символ так лордов передадим подземелья и джона снова тоже ну вот так получается реально похож смотрите круто сделали обаяние при этом прокачал нифига себе ну что это реально потрясающим вот я такие эмоции испытываю невероятные я же как раз сейчас книжку это слышу и этот мир для меня реально живой вот смотрю на поселение представляю примерно что там люди живут какие люди живут какие тут течение веяния и замыслы надеюсь вас также ну что наймем воинов кстати рекорд ночного дозора прямо их нанимаем пускай будут были бы тут еще сюжетные моменты прописаны вот мы захватываем черный замок и срабатывает триггер на юге начинает чесаться в первую очередь северяне конечно же ну и все вон на севере одичалые озоруют надо армию чтобы их подавить отправить ну или что-нибудь в таком духе то есть на твои действия чтобы они реагировали прямо сюжетно прописывать скриптово это круто скрипты нужны то есть эта игра принципе то хороша тем что мир сам по себе живет вообще mountain blade в первой части но сюжетные скрипты они какой-то хребет ставит игре знаете от которого мы пляшем это всегда неплохо посмотрите мы не воюем с северянами хотя странно мы захватили черный замок по идее северяне должны сразу против нас быть хотя у них наверно своя война они вообще там растеряны но мы воспользуемся этим сразу на них пойдем так новый владелец замка так я ноль процентов поэтому нет смысла но какая разница выбирайте сами не буду тратить влияние в рамир шести скинс между прочим по влиянию наш клан 3 балалайкины после рейдера и ледяного берега а рейдер эти поманс разбойник он должен быть первые какие-то неизвестные слоны великаны возможно мне говорили тут можно великанов лучников покупать они самые крутые возможно потом сходим на север ладно что тут сидеть теперь нового владелица этого места да теперь же когда мы захватываем что-то то сразу защитники появляется это после определенного патча обалденное нововведение можем теперь спокойно идти а или давайте захватим весь ночной дозор пойдем прямо сюда в ночную крепость почему бы нет нас солидная армия ухты армия бриджит коды собаки побежали она и слишком быстро а блин очень долго придется осаждать не давайте пока мы в мирных отношениях северяны пройдем по их городам и кого-нибудь хорошего наймем можно распустить армию кстати но так вот чтобы быстрее перемещаться сколько стрейдеров смотрите пипец можно автобоем просто их перебить я случайно реальный бой выбрал ну ладно сейчас быстро победим да ладно попал увидели это зачит ухты красиво видите сила топора что двоих можно сразу убивать смотрите брендом как пользуется в темнолесии прямо продают гарджет джона сноу скоро трусы и джона сноу пойдут плавки джона сноу тапочки все но гарджет так себе я думал бенжину старку дать но смотрите у него получше вот он в интерфейл красавец смотрите какое дерево кстати японских играх такие деревья часто рисует белые с красными кронами та же тень сусимая брайн флауэрс что ты будешь делать хрень какая-то вот она белая гавы надеюсь хоть тут кто-то хороший будет хотя тире он нам нужен надо бы на юг съездить ради этого карлика стоит тут никого вообще гигантский лук слушайте атаки я не помню это видим гигантами пользуются скорость медленная зато урод 120 блин прямо баллиста копьями стреляет и так ваншочу почти всех смысла нету сестертон так кистертон что-то не особо помню этот город что там было островной брон но это очень крутой боец у него и другие параметры хорошие но этого надо нанимать я думаю если что тут можно выгонять вроде как персонажи теперь не умирает и он разведчики я думаю хороший ну кстати не так похож его так себе сделали джонус ноутон постарались а может просто нереально сделать ой дорого стоит хороший знак да у него разведка 180 ну и шмотки ему дадим нормальные ну какой красавица он боец очень хороший один из лучших в этом мире нам инженера теперь хорошего и все будет нормально деймон цент цент это бастарды с юга такой персонажа не помню но он неплох смотрите-ка и сейнор дежаде сантана бео ядрить управление 120 ву это чир что ли не садист кто-то садист пипец достойный бесстрашный садист рассудительный при этом о как нанимаем у 16 стоит вот дорогой кой а этот сент ты что много спутников кстати 3 400 тоже довольно дорогой можно кого-то выгнать для тиреона у нас нету место это плохо вот теперь этот будет руководить разведчик бендженстарк ну тодрика пайка можно выгнать я думаю вот не написано что он погиб смотрите отлично то есть он скорее всего теперь где-то появится синьор то на б японец какой-то кстати не одежда японская синьор то на б тут есть тоун хедж водила почти стоун хендж белиса вайт вин кстати лидерство 120 нифига себе жаль не видны характеристики основные может можно как-то посмотреть кто знает у нас тут и похуже был предлагаю нанять ее ты уже начинает напоминать какой-то футбольный менеджер или что-то типа того шагу заменим вот он нам не нужен да у него вообще ничего не развито только перед этим да не забывать надо из инвентаря все забирать то у него оружие это хорошее вот и голову такого и отпустим хоть тряпка есть срам прикрыл не картили картинка другая здесь стала когда мы разделе его что-то за взгляд время не щадит никого из нас дружище все отлично белиса смотрите у нее интеллект 3 она самая умная из нас нифига себе а синьор танабе тоже три вот они гении нашей армии ухты чистокровный конь эсоса он по всем параметрам лучше моего надо брать медицина 150 меня уже нифига себе у меня к сожалению интеллект низкий поэтому особо я не прокачаюсь серьезно так почему-то в лане спорте нету тиреона адрен фейрвуд кейси возможно кстати у них герб как жуки могильщики вот у них такие же цвета с такими же пятнами серио форель помните который обучал арию неплохой чувак но у нас подобные уже есть так подрик уран шплотерс сэр бенфри шансо бабну к хора где тиреон где тиреон какого пениса мы за ним сюда оперлись за 39 земель другую часть света он тут наверно лорд и кстати подрик пейн это оруженосец стириона так бенфри обладает очень хорошими инженерными навыками его мы наймем только для этого надо снова кого-то выгнать даймона сэнда вот этого только приняли сразу выгоняем то есть получается мы его обобрали мы особо ничего ему не дали из вещей просто забрали то что было реально фотографии меняется смотрите картинка лицо недовольное становится когда раздеваем аутентично прямо ночью еще голову выкинем просто на улицу время не щадит сэр бенфри нанимаем вот 4 400 дорогой какой прекрасно все теперь у нас есть инженер 120 это не шутки смотрите бенфри развитый какой социальность 4 интеллект 3 вау хотя социальность не так уж и нужна здесь лучше по интеллект 4 был и смотрите нас мудрецы появились синьор тана b3 белиса вайтвин сэр бенфри дальше мы обычные люди то есть понятно тут всех надо прокачивать изначально прямо таких гениев нету на утире она были характеристики получше там четверка вроде был интеллект если не пятерка еще важно смотреть на уровень чем ниже изначально тем лучше быстрее качаться будет вон вон уже 25 со мной еще прокачался ну что ж мы собрали знатную кампанию можем двигаться дальше и на этом серии заканчиваться всем кто смотрел благодарствую до встречи ставьте лайки оставляйте комментарии делитесь видео и всем на и прекраснейшего да